Никуда ходить не надо, принесут прямо домой. Так получают газеты и журналы те, кто пользуются подпиской. Правда, для многих жителей страны это явление осталось в далеком прошлом. Почему так произошло? Об этом сегодня главные редакторы говорили с представителями почты и Министерства информационной политики Республики. Я из почты. Я почтальон тутошный. Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать? Я буду мурзилку выписывать. А я про охоту что-нибудь. А я ничего не буду. Я экономить буду. В советское время даже в далекой от мегаполисов деревни Простоквашино выписывали газеты и журналы. Современные россияне делают это все реже. И в отличие от Матроскина, нет только из экономии. Причины мы с вами сегодня, наверное, обсудим. Ну, ряд из них, естественно, очевиден. Развитие научно-технического прогресса его никуда не остановишь. Да, развитие интернет, изданий. Действительно, в 21 веке свежую информацию россияне чаще получают не от почтальонов, а из глобальной паутины, которая всегда под рукой. Специалисты отмечают дело не только в удобстве. У нас мало что нового происходит. Это не только на почте. Это в вашей среде, в сфере СМИ то же самое. Мы с вами, в принципе, вообще вперед не двигаемся. Вот получили советское наследие, его осваиваем, окучиваем. Пришло поколение электронное, а мы не знаем, в принципе, как с ними работать, как их привлекать. Впрочем, иногда почта не может не только угнаться за прогрессом, но и просто успеть в срок. Нередко получается, что по пути типография почты читатель новости уже перестают быть новостями. Были заданы три вопроса всем интернет-пользователям. Как вы оцениваете качество работы Почты России на территории вашего города, района? 26% оценили на хорошо. Основная, подавляющая часть, 74% на удовлетворительно. По мнению тех, кто ответил на вопросы, основными причинами возникновения проблем функционирования Почты, назвали 33% – это отсутствие новых форм работы, 32% – некачественное обслуживание клиентов. Ну, я так понимаю, что это все-таки своевременность доставки. О проблемах в изданиях и на почте знают. Решать их планируется общими усилиями с использованием мирового и российского опыта. К примеру, заинтересовать молодежь можно специальными социальными программами, организовать прием подписки в крупных торговых центрах, как это сделали в Татарстане, или вообще в том же самом интернете. А то и вовсе сделать электронную подписку на электронные версии, как, к примеру, в Соединенных Штатах. Там электронные газеты переходят на платный формат. То есть ведущая американские газеты на Нью-Йорк Танц уже перешла на такой формат. То есть хотите электронно – подписывайтесь платно. Ну, а среди мер, которые касаются распространения газет и журналов, прозвучало предложение вернуть советскую традицию и снабдить почтальонов транспортными средствами. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.